Ясно. Я говорю, что вопросы будут в разных порядках. Вопрос такой, очень интересный, сегодня очень-очень актуальный среди наших женщин, например. И я его сразу задам, как бы вот именно в таком ключе, что почему женщинам не надо носить штаны? Как бы я уже как бы немножко отвечаю, но все-таки вот, потому что сегодня настолько уже это перепутали, настолько это как бы уже в ранг вели, какие-то оправдания придумали. Я мог сказать по-баптистски и староблечески, потому что в Библии написано в Чветовом Завете, что мерзость пред Господом мужчина женская, а женщина мужская. А в Новозаветной эпоху даже правилами церковной, это слабое повторение, что это мерзость. Вот поэтому. Но это не поэтому, а это свидетельство, причина в чем, что Бог сотворил мужчину в мужчине, а женщину в женщине. И мы вот, я уже в этот мир. Я один сказал, захотел? Не хотеть ни кем, я не могу, у меня не был совсем. Я убирал время жить на земле? Нет. Родители убирали? Убирали? Нет. Цвет кожи убирали? Нет. Это все божий дар. Тогда вопрос возникает. Он меня ввел в этот мир раз, в это время два, в этом народе три. Таким, как есть своими плюсами, талантами или минусами, какими-то неспособностями. Работа. Наскажем, вот я докторник, добро инструментов. Значит, для чего ты ввел? Разве каждый близок своей жены заканчивает зачатием? Нет. А я был зачат. Меня в мать ему не стало. Я родился, значит, Богу, Божьей волей была, что я был в этом мире и в это время, и в этом народе. Да. Зачем? Зачем? Это, мне кажется, кардинальнейшее, наиважнейшее. Просто, смотрите, каждому, особенно христианину. Я вот имею для определенной цели. Какой? Мне нужна цель выполнена. Раз меня Бог ввел для какой цели, я эту цель должен выполнить. Тогда я должен знать, что выполнять. А какую цель? А не так все просто дальше. А дальше так все просто. Вот он какие-то вещи читал, что ему непросто. А вот для какой цели? Прямо не сказано, например. Нам не открыто. Как узнать? А надо потихонечку поступать. Как вы говорите? Учиться в школе. Не с логарифов действия, с неизвестными начинается, а с самым крючком, крючком, палочкой. Так здесь начать сначала. Те таланты, которые четко видны. Их проявить, ими жить. Какой талант, например? Талант пола. Вот я родился мужчина, а не женщина. Значит, я как мужчина должен себя осуществить. Идеятельно мне нужно помогать на эти средства какие-то. Одежда, например. Она же расставит меня. Настраивает. На то, что ты мужчина, да? Да, на то, что ты мужчина. Вот не случайно одежда, есть спецодежда. Но врач делает белых халат. Военные погоны и так далее и тому подобное. Почему? А это важно для кого? Для этого человека, он сразу ответственность принимает. И для окружающих, кто меня видит. Он какой-то доктор совершает. Чему служит? И они им уже сразу-сразу помогают. Ведь случилось ЧП, вот мы с тобой, что у нас не палок, тебя с грузки схватились. Идет мониционер. О, даже не на работе. Ну, в форме. Как бы это... У нас это можно отстудить. А повар идет, можно и не отстудить в белом колпаке. Так вот, поэтому одежда это формирует. Как, говорит, корабль не зовешь, так он плывет. Да, а как оденешься тоже. Вот, я прошу прощения, я на Пеже, когда православные женщины одеваются, молодые девушки, женщины одеваются, как эти бомжаты. По храму ходят, серые юбки, бесцветные в клетку. Какой-то, какая-то монарх, полуфуфайка. Сейчас модно, сунки на спину, рюкзак, а чем горбатками становятся. А платок одет, не поймешь как. Я так, как-то, спаситель. Приехал в Москву. А из метро ходил, куда-то правильно, чтобы долгое время поднимусь, куда-то. Смотри, идет вот такая. Эта целька идет. За ней пошел прадом. Она целиком. А нога была на самом страшном. Там ботинки на подобии у футбольных бутцовцев. Удобно. Удобно. Но как она уродлива в этом смотрелась. Молодая девушка была похожа на бомжатницу с помойки. Она говорит, цель. Так жалко было у нее. А потом такие печати, и такие волги, говорит. Батюшка получала образование, лучшее, стремись к Богу молиться. А личная жизнь с чего-то, говорит. Ягодка моя. Ты зеркал в своем походе. Ты с кого себя сделан? Ну, мужчины-то и глазами тоже. Ну, пожалей-то того будущего избранника. Ну, это страшно. Я-то, наверное, у войны. Ну, ты женщина. Тебе неплохо. Подумайте раз о том, чтобы красивой быть. Не для всех. Для того, кто будет тем, мужем. Ему показывать, что он тебя делал. А потом для него красиво быть. Так вот, поэтому одежда формирует. Одежда – это направление. И в данном случае, женщина – женская, мужчина – мужская дождь. У меня женские брюки. Я их в женском отделе покупал. И это первое. А второе. А какая форма женской одежды, а какая мужская форма? А здесь мы можем увидеть следующее. Например, я помню слова из истории Геродота, которые про скиф пишут. Что это сверхварвары. И почему? Потому что они пьют неразбаленное вино. Греки, вертите, воду наливали вино. И потому что носят штаны. Мужчина – штаны. Это сверхварварство и дикость в глазах. Эллина была. Отдельность. Поэтому греки считали брюки, даже не мужской одежды, а одежды полузвериного варварства. Например, а им с киевом, живущим в населии, вверхом, беда, да, с тремя. С тремя появились уже, вописи губнов, начинали. Вот усидит без тремя на лошади. Я знаю, что это. Ногами держатся. Да. Разотрется кровь без штанов-то. Как они в туничку бегают, видите там. Да, да, да. Это очень серьезно. То есть у них там женщины в штанах ходили все, да? И женщины в штанах. Это была одета. Но она отличалась. Женские штаны и мужские разные были. Так, как можно сказать, например, ну, в этом народ Израиля. Там была мужская, женская одежда, разница была. Но она была платьем, халатом, подолом. В подоле ходили мужчины и женщины. В подоле Христос Спаситель. Он в высшей степени существовал. Ему стоит признать, он был в подоле, он в штанах не ходил. Он не опускал, давай, стихских варваров. Из по-гречески. Просто как в платье ходил. Поэтому должна быть, должно быть в одежде. А вот, опять же, опять, не в букве, а в духе нужно говорить. Она должна быть, женская одежда, мне кажется, отличная черта, она более яркая. Более украшенная, чем мужская. Тона более светлой, яркой. Более, как бы, подчеркиваю, вызывающей, как бы, что вот, все. Он был обтягивающим. Нет, 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 я это не говорю. Я говорю сейчас о цвете, да? О цвете. А вот, говорю, о распыне. Например, я думаю, если мы сейчас увидим царя Давида или Соломана при жизни, мы бы поразились многие сейчас узнать, что сколько у него сережек было в ушах, сколько браслетов было в ногах и на ногах, сколько было у него бус на шее, всяких украшениях на тюрбанах и так далее. Всякие кисточки по одежде кругом были. Тогда так понималось мужское. Но так эти украшения были, отличаются мужские от женских. Украшения было много на мужчине на Востоке. В Другой Индии сейчас оно много. Но традиции их национальные. Но все-таки есть мужская и женская. Поэтому дело не в форме. А что в данном народе считается мужским и женским? Например. Да, есть женские руки. Есть мужские подолы. Ну, а как они должны выглядеть-то? Так, чтобы ты, смотря на нее, ее полностью, как говорится, видел голой? Нет, нет. Вот как раз наоборот. Вот этого не должно быть. Голом не должно быть ни мужским, ни женщин. Особенно в возрасте. Особенно в возрасте. Старики. Старичи, трупообразующиеся. Даже никого не пугать своим внешним видом. Людям много скорби без нас. Мы сейчас пугать будем. Нам нужно закрывать, а не открывать. Не обтягивать, а свободу. Чтобы без нас не кричать «Крау!». И мы такие будем. Старики должны вообще быть закрыты, как полк проржатый. Ну, старики, понятно, молодые. Молодые. Все-таки, кто хвалится. Вот если, одно дело, вот она одевается для мужа, чтобы быть красивой во глазах. Он и жены, чтобы быть красивой, ее в глазах. Где? Где на улице. Когда она пошла на работу, я оделась для тебя. И ушла на работу на целый день где-то в народе. Там ходит по кабинетам. Или все-таки она в доме, в спальне, или вот по дому, пожалуйста. В доме. Но если и уходит где-то кому-то, да, там мужа нет. Там мужа нет. Они должны обыскать, да, там мужа нет. Ну, а если с мужем идет по улице, по городу, а не тысячу мужиков ее раздеваются. Да, и женщины, мне кажется, должны не провоцировать на блуд мужчин. И мужья не должны толкать женщину, чтобы они выглядят так, чтобы вызывать блудные похоти для них. Это обязательно. И одежда не должна быть подана для греха. Так это вот, в первую очередь, это должен муж понимать, а то говорить, я для мужа или мне муж разрешил. Вот такой вопрос тогда к мужу, а как ты-то мог, как разрешить-то? Да, да, что он не называл, пока все другие, это объясняет. Поэтому, как обтяжки и прочее. Я помню, когда учился, был такой факт, когда на пуднях одна сошла женщина в храм и закрыла хорм молодых ребят, советские линии, молодых не было. А в Семенеи это были, в Москве все их посадили. И она с сумками обойскими на нее не упали, она в слезы, она бухнула к колене и носом пол слезали, кальян видно. Но при этом была модно, кажется, подолом. А женщина среднего возраста, невысокая, так как теле было, и у нее подол поднялся очень, задался высоко. И она, я за это, она сфотографировала открывшимися красотками, в кавычках. Смотрелся, это, я уже был подать и сказать, я говорю, прошу вас прощения, но когда вы сейчас так чувственно упали в поклоне, видно ваши чувства, я вам рад за вас. Но только подумайте о нас тоже. У вас подол задрался, он все равно говорит, ах, и стал вот так стягивать, а он не стягивает целый короткий. Но больше не так не падал. Поэтому, да, поэтому все-таки это, нет, это так. Поэтому одежда не должна провоцировать разврат. И не только разврат, а вот скажем, она разврат не провоцирует, но и оделся, обвешивался всем золотом, бриллиантами, чтобы вызвать, чтобы тщеславие все удовлетворить и всех убить в свое богатство. Вот я как, вот у меня честь. Это тоже, блин, это форма тщеславия, тогда будет уже форма тщеславия. Ну, а если я, например, себе сшил что-то, что-то, что сейчас в нашем понимании считается, о, ничего себе дорого, не просто майку одел, а что-то там, он скажет, ну, иначе вот там, оделся тоже. Вот, знаешь, вот это я считаю крайнести. Вот мужчина, я видел, в мужской одежде очень скромный, но от богатой фирмы, да, богатая цена, он и тихо с показать своим статусом, кто я есть. Это та же гордость, та же гордость. Я, кстати, видел людей очень стоятельных, которые одеваются прилично, аккуратно все, но очень просто. Ты знаешь, если просто сказать, такие больше уважают. У меня взрослый чувство уважения, и все больше поднималось. Вот тут, поэтому тут вот таким образом. Одежда, все, что мы делаем, одежда во славу Божьему, спаси свою душу. И одеваться тоже. Вот, да, вот это ключ, что во славу Божьему, во спасении души. А если ты во спасении души, то тоже будешь думать. И так, не в соблазновке. Да, 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 да. Давайте тогда тоже небольшой, тогда вот про одежду раз уже говорим, что сказано насчет платка. Надо ли платок, кто-то говорит, ну, значит, не кто-то говорит, а толкование фефилакта на платок, на слова апостола Павла, да? По-моему, он говорит, что надо его носить везде. Вот, кто-то говорит, что только во время молитвы, кто-то говорит, что только в храме вообще и все-таки. Да, причем это говорится в послании апостола Павла Каримфина. И я встречал такое, какова, тоже, что это именно в послании Каримфина не случайно. Почему? А кто такой Каримфин? Это очень богатый город, практически в центре Средиземномоги, на перешеке, там был канал, Каримфинский канал, где очень удобно, совершая плавник в то время, делать остановку во время, вот, во время мирового года, когда была опасна плавка. И там всегда было большое количество кораблей, а значит, купцов, моряков, мужчин в дальнем плане, много времени без своих жен, и поэтому в Каримфинске была очень распространена такая работа, как проституция. И внешним признаком в коллекции, я думаю, сейчас, какого нет, было у женщин, вот как говорили, а эта женщина, она работает в этой должности или она нет? Может, я ей скажу, да, и заплачу, пойдем, а муж подойдет и будет со мной разбираться. Ты что, можно ли, чем считаешь? У них был внешний признак распущенный длинный воздух с головного морока. Это был знак, что она работает, жилицей любви, что называется, проститутка. И она готова получить деньги, оказать судьбу. И когда апостол начал там создать общину, и главное понимание в христианстве это любовь и свобода любви, то свобода никакой внешней формы не вяжет. Свобода есть. И некоторые женщины могли вот так же. Тогда, в основном, но для простых людей, вне их, для Каримфин, это что было значит? Это что там за общину появилось? Ага, проститутки, мужики. Все понятно? Все понятно. Был бы соблазн на служение. И вот в избежание там сказал, что одевайте головные бороды. Твой знак, который тянется. Вообще-то в всем мире женщины, это не только, видите, вот у христианных, других, а возьмем мусульман, а другие народы, очень многих распространены, но очень многих, у женщин покровно говорят, как символ, как знак смирения, целомудрия, чистоты, а ведь она к этому ведет, на самом деле, если надо сказать. Вот вопрос я задам. Ты задаешь, а я хочу задать вопрос. Почему даже в безбожное время, в Советском Союзе, в женских исправительных колониях, обязательно была косынка на голове? Обязательно. Я думаю, это и сейчас так. Наверное, как раз это, это наносимо власти и подчинения, что нельзя было, то есть это на каком-то таком же уровне, подсознательном уровне, смиряет. Так вот, женщине и нужно смирить. Это смиряет. Вот, и так вот только, и вот, очень объяснимый, как бы логически. А знак для ангелов, это, я, это возможно и так, что во время молитвы, наипаче важное, чтобы так было у нас. Потому что мы просто, мы понимаем, что как мы молимся. Вот, вот мы собрались, литургию, литургию. Вот кто мы собрались? Мы, вот, мы христиане. Нет, нет, нет. У нас даже с веками сложился, у нас передней стены в храме, иконостас, у нас на стенах иконы висят. И украшения интерьера? Нет. Чтобы Бог что-то целовать? Нет. А что это такое? Престол, в храме. Вокруг мы, воинствующая церковь, земная, мы, земных тем. А на иконах, незримо здесь присутствующие, иконы свидетельствуют, фоточка в небо, через которую нас смотрят те, кто здесь присутствует. И в присутствии ангелов, и святых божьих. Поэтому, когда мы собираемся на общей ритургии, молитвы на собрание наше, когда мы в храме, с нами соприсутствуют ангелы, святые, Богоматик, Христос. Поэтому у нас и внешний вид соответствующим должен быть. Соответствующим. Женщина, выражающая ее женское высокопризвание, и главное, доброе детей женское. С внутренней, кронтость, нежность, настость, смирение. А мужчина нет. снимает головой убор. Почему? Он Бог лицом, и на нем он как бы особое право, то есть особый долг. Он глава семьи, он отвечает за всю семью, он отвечает за церковь, священнослужащиеся, мужчины, он отвечает и за земную Родину тоже. Он за все отвечает, он за все в ответе. Весь спрос, короче, с него. Я вот так понимаю, эти вещи. А, значит, плато, понятно, смирение. Есть такое, что где-то у Златоуса, например, у нас там говорят, некоторые, значит, что Златоус говорит, вышла замуж, превратись в камень. То есть, я искал на самом деле по интернету, то есть, прямой речи такой нету. То есть, нигде таких слов нет. Я не встречал, не знаю. Тоже, как бы, непонятно, про что речь, чтобы, чтобы там, ну, не получать мужа, там, или как, будьте в безмолвии, там, учитесь в кротости, может быть, по этому поводу, как апостолы пишут. Может, не знаю. Хотя, например, даже сказать, как факт, что многие жонцы, даже зверонармных, уже обратили, преобразили. Поэтому, мы все говорим главное слово, букву, слово, букву. Да и нет, любовь главная. И женская любовь, и с мужьями, и с детьми, и с родителями, и с стариками, и с соседями, и с молодыми, это твои чудеса. А женщина любовь может выразиться в нежности. Мужская любовь должна, первое, при заботе о женской внешности. Это, это как две руки, две ноги. Я иду к чему? Потому что у меня, когда правая нога поднимается, левая не поднимается. А потом, наоборот, они, одно и одно, не то, не одну работу делают. Меняются работы. И поэтому, есть возможность двигаться. Так, в этом мире полнота любви и мужская, женская должна быть. Она, и в этой особенности. Но месть, это полнота есть. Нужна мужская, и нужна женская любовь. В этом мире. Женская, это нежность, мужская, это забота. И ответственность. А там нежность, и ласкусь. И поэтому, и про одежду, как опять же мы уже говорили. Поэтому и одежда должна выражать, мужчины, застраивать на ответственность, на заботу, а женщины, на нас, на внешность. Понятно.